Всем привет! С вами Вова Ломов и теплейца социальных технологий. Я недавно делал скринкаст о OneDrive от Microsoft и подумал, что о работе с Google документами тоже стоит рассказать отдельно, а совместно мы их редактируем. Вообще у меня есть отдельный скринкаст по Google Doc, ссылка в описании. Сам я пользуюсь им, а не Microsoft Office и даже думаю, что надо сделать еще парочку, потому что это прямо очень полезный сервис и пользоваться им надо правильно. Как всегда голосуйте лайками и комментариями. Что касается предложенных изменений, понятно, что функция это исключительно для совместного редактирования, хотя вы можете предлагать изменения и самому себе. Вот здесь выбор режима работы. В режиме советовать вы не можете ничего добавлять и менять в документе, а можете только предлагать изменения. Например, вы печатаете свой вариант окончания предложения, а существующий выделяете и нажимаете Delete. Он ничего не удаляет, а предлагает заменить это на то. Ну и так далее. Мне кажется, такой вариант работы самому с собой удобен для поэтов, когда не уверен, какой вариант лучше и оставляешь решение на потом. Ну а потом вы либо принимаете изменения, либо отклоняете и возвращаете все как было. Понятно, что работа самому с собой это не вариант, и функция эта введена для совместного редактирования, а поэтому расшарим документы. Тут, кстати, изменилась панель. Добавляем пользователя и тут еще появились дополнительные настройки. Например, так мы запрещаем редактору менять разрешение и предоставлять доступ кому-то еще. У комментаторов такого права нет даже потенциально. Про права смотрите наш предыдущий скринкаст по Google Doc. Так, сейчас второй Вова у нас редактор. Для предложенных изменений это важно и перейдем во второй аккаунт и примем приглашение. А вот. Во-первых, я не могу предоставить доступ кому-то еще. Мне нужно просить владельца. Это относится к той галочке, что мы поставили. А во-вторых, я как редактор могу полностью править документ. У комментатора такой возможности нет, это я покажу в конце. Поэтому выбор режима работы зависит в данном случае от меня. Хороший тон, если вы не владелец документа выбирать именно режим советов. И дальше уже редактировать документ так, как было показано ранее. Если вам хочется сказать что-то общее, не касающееся конкретных правок, можно оставлять еще и комментарии. Кстати, необязательно выделять куски текста. Вот так вы можете оставлять комментарии относительно всего абзаца. Ну а можно комментировать и отдельные куски текста. С правами редактора вы же можете согласиться или отклонить правку. Соглашаться, если вы не владелец документом, мне кажется неверно. Вот отклонить можно, если вы вдруг передумали. Еще тут есть удобная фича, если вы со всеми изменениями согласны, можно не проставлять все галочки, не тратить время, а зайти в инструменты и посмотреть предложенные правки. Здесь их можно просматривать и принимать или отклонять по одной, либо принять или отклонить все сразу. Можно кстати поступить вот так. Например отклонить те, что не устраивают, а потом принять все оставшиеся. Собственно я говорил о правилах хорошего тона. Да, они есть, но тут есть один скользкий момент. Со внутренней иерархией в организации. Если вы отправляете документ руководителю на согласование, имеете ли вы право отклонить его правки? Или какой-то заинтересованной стороне? Имеет ли смысл использовать режим предложенных правок, если вы их все равно не можете отклонить? Тут все решается индивидуально. Но если вы понимаете, что последнее слово действительно за вами и в вашей компетенции отклонить или принять, возможно имеет смысл сразу назначить второму лицу права только на комментирование. В таком случае у него даже не будет искушения редактировать документ. Функция эта заблокирована. А правки, которые он предложит, принять сам он не сможет. Такая функция есть только у редакторов, пишет Google Doc. Я думаю многие об этом знают, но далеко не все пользуются. Могу предложить только одно – заставьте себя начать этим пользоваться и спустя какое-то время вы уже не сможете остановиться. Все, любите друг друга. Когда соберетесь отправлять какой-то документ на согласование, просто прикрепляя документ Word к письму, вспомните этот скринкаст. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели узнать у теплицы социальных технологий.